Выступление Амины Турсенбаевой Я на пресс-конференции выступила. Люди все устали. Просто я хочу поблагодарить российских академиков за то, что они так оценили труд Амины АПА. Ей 85, она, конечно, немножко устала. И от ее имени, от имени музея, от себя небольшие сувенирчики для представителей России вам передадут. И книгу Чингизиды. Тоже начальная идея была Амины Даулетовны. Автор тоже передает в подарок Российской Федерации. Немножко есть слайды. Вот эти слайды говорят о том, какая экспозиция находится у нас в Боровском музее. Небольшой музей, который содержится энтузиастом Амины АПАИ. Наталья Егоровна захоронена на наших могилках в Боровом. Память о ней, памятник поставили на семинарии академики Российской Федерации. Ограждение все было уничтожено. Благодаря Амине Даулетовну мы все восстановили. Дом, в котором он жил, там же жила подруга Максима Горького Андреева Вернадский за работой в Боровом. С той стороны, вот беседка, на этой беседке он часто в свое время сидел, она была на возвышенности, и на панораме все это были виды Борового. Он говорил, на лоне такой природы так хорошо дышится и так хорошо пишется. Аналогично кабинету музея Вернадского в Москве мы немножко стараемся создать имитацию кабинета Вернадского в Казахстане. Это впереди женщина, посередине сидит Винокурова. Есть ее воспоминания, я передала представителю Российской Федерации. Амина АПА в молодости с длинными косами в 14-летнем возрасте общалась с этими великими людьми. Память о них мы храним в своем музее. На наших кладбищах также лежат ученые Щербатский, Ляпунов, Ильинский и рядом Наталья Егоровна. Мы храним память, мы просим, обращаясь к аудитории, обращаясь к правительству Казахстана и России, чтобы на территории Борового создали комплексный музей, посвященный видным деятелям Российской Федерации, которые в 1941 по 1943 годы жили на территории нашего Борового, прекрасного края. Я российским представителям передаю небольшие памятные подарки. Глядя на них, пусть это прекрасная природа, глядя на них, россияне у себя в России вспоминают о том, что и великие люди жили именно в такой красоте, и наши местные жители помогали им в их трехлетнем, три года они прожили, помогали им в их жизни. Амина Аба в 80-летнем возрасте, Аким района дарит ей такой прекрасный чапан. Конечно, она немножко заболела, годы берут свое. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Я передаю это все товарищу Кузнецову, он вам всем мои эти передаст. И я хотела пригласить уважаемую супругу... Да, вас на сцену, пожалуйста. От бабушки вам пламенный привет и небольшой платой. Спасибо. Воды Амины Давлетовны, пусть передастся вам. Заразитесь в нее долгожительством. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. За подарками в офере построили. Да, 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 да. Здесь вот небольшие подарки. Сейчас я открою. Я волнуюсь, не может быть? Нет, пожалуйста. Первый раз на такой аудитории, да. Вот такие предметы. Здесь природа нашего, красота нашего Борового. Чтобы расчистить, если у тебя было, но все люди с нас тут и вспоминают таких великих людей. Пожалуйста, передайте всем. Спасибо. От имени нашего музея. Это большой подарок. Да, да, да. Спасибо большое. Теперь у меня есть еще один. Так, я без очков глубоко уважаю. Это древо Чингизидов. Всемирная генеалогическая генеалогия Чингизидов. Это тоже подарок от автора и от Амины Давлетовны. Один для вас, пожалуйста, вручаю. Один вам. Огромное вам спасибо. Можно вас поцеловать. А это вам виднее. Кому там написано, правда, не знаю, попадет. Президенту Российской Федерации, если можно, доставьте от нас двух бабушек. Постарайтесь. Спасибо аудитории, спасибо за внимание, спасибо, что уважаете мою миленькую, маленькую бабушку, которая до сих пор еще трудится. Вот видите, это диплом почетного члена Российской Академии Следственных наук. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ. Спасибо. Огромное спасибо. Огромное вам спасибо. Огромное вам спасибо.